здравствуйте уважаемые зрители моего канала канала анатолия билетская червина краса природы сегодня я как и обещал вам 10 дней назад когда я закладывал опыт как же влияет подкормка йодом ну плюс там водород был применен перекись водорода как влияет на рост развития и цветение пиларгонии или по-народному герандии ну кому интересен мой казар канал прошу вас подписаться оставить комментарии до прошлый раз я говорил что 28 подписчиков сегодня могу вам доложить что что уже их 34 так что большое спасибо кто подписался вот кому и вижу так пошли немножко просмотры по моему опыту заранее значит ну суть опыта кратко я напомню заключалась в том что во многих источниках и блогеры пишут что и рассказывают что подкормка йодом плюс добавление немного при этом перекиси водородов дает очень хороший эффект на рост развития и цветения герандии пиларгонии значит я взял литр воды две капли туда йода добавил добавил 10 капель перекиси водорода и этим раствором полил 12 опытных растений которые отобрал три контрольные я не поливал и оставил таком состоянии как она есть ну вот через 10 дней я пришел описал каждое растение по новой как прошлый раз я описывал ну и напрашиваются такие выводы первый был значит вреда от моей подкормки растения не получили потому что нет значит никаких никаких значит признаков того что растения растениям стало хуже жить вот хуже питаться это первый второй вывод значит окраска листьев растений значительно улучшилась в сторону большей зелени растения начали зацветать и окраска украска цветов яркая насыщенная когда я проанализировал каждое растение это видно что появились там были зачаточные побеги некоторые зачаточные побеги подросли значит количество бутонов практически на каждом испытуем растений увеличилась ну и началось цветение ну контрольные же растения нельзя сказать что они совсем им плохо ну выглядят они намного хуже значит окраски листа не такие яркие да значит можно сделать вывод что но йод все таки для пиларгонии является хорошим источником для подкормки и по крайней мере не навредит вот это основной вывод так что можно по результатам моего опыта утвердительно сказать что можно пользоваться йодом то есть от одной до трех капель на литр воды ну раствор водорода если то самое перекиси водорода если нет под руками можно не добавлять ну вот этим раствором можно полить ну два раза в сезон так что вот такая получилась ситуация ну сейчас я вам покажу на на общем фоне как выглядят эти растения ну вот пожалуйста растение начало ярко зацветать и вот бутончики появляются да вот так что растение хорошо начинала начиная листовую поверхность формировать и выкидывать дополн эти зацветают и вот выкидывает дополнительные новые бутоны для цветения вот такая информация про пиларгонию и про йод как подкормку ну в то прошлый раз я показывал что тут у меня и как в моей теплице ну прошло десять дней сравнить два видео ну можно увидеть существенную раз существенное увеличение роста и развития растений вот например портулак был тогда только высажен сейчас он уже кустится и на кончиках побегов начинают появляться значит бутончики я даже взял несколько растений сделал под кашпо вот взял высадил подвесной горшок значит портулак и у меня в прошлом году был опыт высадки так он очень интенсивно цвел и главное что его не надо оббирать от цветов у него каждый день зацветает новый цветок такая его особенность и фактически он цветет ну до самых холодов вот петуния которая была только высажена сейчас уже появляются бутоны и сегодня первая партия пошла по назначению вот такое кашпо сульфиния красивая яркая фиолетовая можно сказать расцветка активно растет белая красная вот рассада томатов тоже томаты здесь у меня черри вот уже готовы к высадке дальше гвоздика махровая потихоньку мы ее которая расцветает добираем да так что растения радуют уход за ними и они как говорится это дают отдачу белые высаженные это недавно еще не успела обрасти хорошо здесь отличный сорт питуньи называемые винные вот такие кустики шикарные питунья сегодня тоже первая партия была нам выбрана вот я посадил но молоденькую сейчас буду поливать ухаживать и на смену здесь здесь питунья вот рябчик или звездочки вот высажены да и белая сульфиния тут растет ну вот сегодняшний репортаж то что я обещал показать по пеларгониям я вам показал вот эти пеларгонии прекрасно цветут вот зеленые растения так что йод можно использовать следующие конечно есть разговоры о том что хорошо влияет на пеларгонию значит дрожжи там сброженные ну что ж последующий раз заложил опыт еще с дрожжами а пока на сегодня буду завершать свое включение свой репортаж пожалуйста делайте комментарии включайтесь мне будет приятно если кому-то мой опыт пригодится при выращивании в Иране пока всем до новых встреч до новых встреч